Сегодня мы в гостях у кандидата в президенты Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина. Это чрезвычайно интересная встреча, тем более, что встреча происходит в последний день перед началом мощной избирательной кампании. Павел Николаевич, прежде всего мы признательны за время, которое вы выделили для беседы и встречи. Нам кажется, что эта встреча чрезвычайно важна, потому что, может быть, для вас это было неожиданно, но для нас это было, конечно, очень неожиданно. После того, как вы вступили в избирательную кампанию, ваши рейтинги пошли, как говорят, в самую ввысь. И это зафиксировано в разных интернет-вопросах, и к этому мы еще вернемся. Но мне бы хотелось с вами поговорить о программных вещах. Ведь создана программа «20 шагов к счастью», скажем так, и в ней отмечены многие интересные вещи, а многие — опущенные. Но вот в этой программе какие стержневые, приоритетные шаги вы считаете заложены, и как вы будете развивать и реализовывать эти установки, скажем, если победа все-таки вам улыбнется? Во-первых, это такая социалистическая программа «Левая». Вы же видите, что там то, что, на мой взгляд, нужно нашим гражданам. Это увеличение бюджета за счет того, чтобы национализировать все наши богатства и все деньги от продажи полезных ископаемых, от прогрессивной шкалы налога, о которой так много и долго говорили «Левая Силы», все отправить в бюджет. Значит, ну, там, например, есть в программе такая вещь, как «Госмонополия на спирт». Там есть предложение вообще национализовать все стратегические отрасли экономики. Там есть предложение поставить тарифы под контроль государства. Хотя они вроде бы как формально сейчас под контролем, но никто не может объяснить, почему при падении цены на нефть во всем мире цена на бензин на солярку падает, а у нас она растет. И поэтому это такая программа вроде бы сначала наполнения бюджета, а потом из бюджета наполнения карманов наших граждан. Потому что все говорят про борьбу с бедностью, но не все же говорят, что это можно сделать за счет государственных денег, что пенсионная реформа должна быть отменена в том виде, в котором она есть, и пенсии должны платиться из бюджета. Что те основные положения Конституции, которые записаны и должны быть реализованы о бесплатном образовании, бесплатном здравоохранении, о том, что мы имели все-таки больше 20 лет назад, все это должно быть реализовано в нашей стране. И причем наши оппоненты говорят, слушайте, а это невозможно сделать. Ну как же невозможно? Это же было. А в совхозе Ленина это сейчас есть. Поэтому вот эта программа, которая, с одной стороны, вроде бы как теоретическая, а с другой стороны, мы всегда можем сказать, что вот, пожалуйста, модель, которая была сделана за это время в совхозе имени Ленина. Потому что у нас детей кормят в школе бесплатно. Дет в кружки работают и спортивные секции бесплатно, творцы культуры. Дети идут в парк бесплатно. Они бесплатно получают не только горячие, но и многое другое. Поэтому такая теоретическая программа, где ее представляет практика. Вот это наша сила. И поэтому рейтинг очень сильно вырос. Вы знаете, я хочу сразу сделать, может быть, одно критическое замечание. Давайте, это самое интересное. Вот в вашем сейчас монологии и программе сказано о национализации. Национализация – вещь действительно достаточно сложная. Национализация стратегических отраслей. Стратегических отраслей. И экспортно ориентированных. Ну да, национальный богат, который должен принадлежать народу по нашей конституции. Но там пропущена очень важная позиция. Какая? Позиция о вывозе капитала, который производит само государство Российской Федерации. Это есть, только несколько ниже в этом программе написано, что мы вернем все капиталы. Но вы не говорите там, что вывоз капиталов осуществляет прежде всего само государство, Минфин и Центральный банк. Мы говорим об этом. Мы говорим, что деньги, которые у нас есть, они должны быть возвращены из американских ценных бумаг и работать здесь, в нашей стране. Это написано в программе. Это очень серьезный момент. И он должен был быть самым первым. Потому что легче всего осуществить возврат капиталов именно за счет государственных облигаций Соединенных Штатов. Потому что никто не заставляет наше политическое руководство хранить средства там. В американских ценных бумагах. И более того, получать там какой-то ничтожный процент. 0,5, 1,5 и так далее. В нашей программе так и написано, что деньги должны работать на страну. Это должно быть проектное финансирование. Нужно сделать наш бизнес конкурентоспособным. Им для этого нужны ресурсы инвестиционные, которые должны быть доступны. И это можно сделать за счет тех денег, которые лежат за рубежом. Мы это все написали. Ну, понимаете, как? Вообще там все главное. Потому что жизнь пенсионеров – это главное. Бесплатное образование и здравоохранение – это главное. Помощь молодым семьям – это главное. Понимаете, здесь одним рощерком пера можно вернуть 112 миллиардов долларов на родину. Слушайте, там много миллиардов нужно вернуть на родину. И не только 112 миллиардов. Вы же понимаете, что за последние 10-15 лет мы заработали… Ну, наша страна должна была получить 3 триллиона долларов. И они куда-то испарились. Мы стали жить хуже, по большому счету. Но день, который мы видим, нефтяных вот этих, скажем так, неоткуда взявшихся доходов, они как-то растворились и никому не попали. Но я имею в виду государство. Ну да. Поэтому тут много факторов. Но программа называется «20 шагов». Кстати, один из наших, из моих доверенных лиц, из наших общих, скажем так, единомышленников сказал, что это программа за всех. Вот есть программа против всех, а есть программа за всех. И там на самом деле не 20, а гораздо больше шагов. Мы недавно говорили, что там не освещены многие вопросы. Вопросы, например, трудовой миграции, вопросы отношений внутри страны. И эта программа – это просто попытка сказать самое главное, но еще много вопросов, которые нужно решать тоже одновременно и достаточно быстро. Ну, в частности, мне кажется, чрезвычайно важно разработать схему вот этого отсечения цены на нефть, которая происходит в бюджете. Вы не находите, когда у нас фиксируется в бюджете цена на год 44 или 42 доллара за баррель, а растает цена до 60, и потом эти деньги оказываются как бы лишними. А зачем? Объясните мне, зачем, если мы написали, что все деньги, которые поступают от продажи нефти, должны поступать напрямую в бюджет. Зачем тогда вот этот уровень отсечения нужен, когда все деньги поступят? А это значит, вы выступаете за фактическую перестройку всей государственной машины. Конечно. Но это мы предлагаем сделать на основании указов президента, на основании законов. И когда это все будет законодательно прописано, все деньги от царевых ресурсов будут поступать не каким-то чиновникам-олигархам, я уже ставлю там знак равенства между этими двумя понятиями, а в государственную казну. Тогда у нас появится очень много ресурсов, которые можно будет использовать на решение самых главных, но злободневных проблем нашей страны. Но если это надо делать посредством закона, это забирает достаточно долгое время. Вы знаете, когда необходимо было некоторые законы принять, например, по видеонаблюдению, еще по каким-то, они принимаются в трех течениях в один день все. И Государственная Дума, я думаю, у меня такое впечатление сложилось, что если она поймет, что президент Российской Федерации поддержан большинством населения, они сразу изменят свои отношения и все внесенные президентом проекты и законов примут быстро. У них получается это, я точно не знаю. — Хорошо. А каким образом тогда вы в своей программе трактуете средний и малый бизнес, предпринимательские круги? Там должны быть какие-то, так сказать, моменты, которые отсекают крупные олигархические структуры, но не только по, скажем, вывозу капитала, но что будет с средними предпринимателями? — У нас вообще-то в России есть критерии, что такое средний и малый бизнес. Но стратегические отрасли, они определены. Транспорт, нефтедобывающие и газодобывающие отрасли, минеральные удобрения, полезные ископаемые — это все стратегические отрасли. Железные дороги и многое-многое другое. А вот мелкий и средний бизнес, ну вы же знаете, что в Китае является мелким и средним бизнесом. Те сферы деятельности, где нужна очень серьезная конкуренция, которая не влияет, ну не тарифные компании, компании, которые занимаются обслуживанием, производством, в том числе и мелким производством, они должны конкурировать между собой. И поэтому я думаю, что тут проблем не будет с определением стратегической отрасли, а потом все остальное будет мелким и средним бизнесом. Ну вот если брать вашу программу и то, что делают в Китайской Народной Республике, какие вы находите общие места и какие различия? Ведь дело в том, что китайский опыт, он настолько блестящ, настолько эффективен, настолько показывает, как мы должны были строить свою экономическую модель, начиная там с 88-го года, но там существует партия, которая контролирует очень многие участки хозяйственной деятельности, но и идеологические вещи. У нас этого нет. У нас наоборот, если вы начинаете отрабатывать эту программу в реальности, мы сталкиваемся с огромным сопротивлением вот этих олигархических и коррупционных структур. Ну, понимаете, мне кажется, тут несколько другая ситуация. Нам, конечно, будут сопротивления, никто не думает, что все это сдадут без боя. Но ситуация в стране такова, что я думаю, что все без исключения, в том числе и олигархи и крупные государственные чиновники, понимают, что мы пришли к краю. И если мы сейчас быстро что-то не сделаем, а я считаю, что это вот как раз тот самый левый поворот, и то, что делал Китай, то особенного сопротивления и не будет. Потому что видно уже, что вот эта вот модель, по которой мы шли 25 лет подряд, она изжила себя, и она неэффективна. Поэтому, знаете, появятся проблемы, будем их решать. Значит, хочешь, помните, если ты хочешь насмешить Бога, расскажи ему до конца о своих планах. В силу того, что вот я просто больше 20 лет назад стал директором, и у нас огромные были проблемы, связанные и с банкротством предприятия, и с неупленностью зарплаты, огромными долгами. И через полтора года эти проблемы каким-то образом решили, потому что каждый день мы решали какую-то конкретную проблему. Проблему вывоза денег, воровства денег у нас, проблему с конкретными партнерами, которые не хотели платить деньги за наши услуги. Но в конце концов мы все решили, и через полтора года мы стали успешным предприятием, которое имело самую высокую заработную плату, и никаких проблем, связанных с внешним миром. Тут такая же ситуация. Если вы начнете наводить порядок в федеральном уровне, с правоохранительными органами, с коррупцией, с вывозом капитала в зарубеж, с возвращением наших денег обратно из-за рубежа, которые лежат в американских ценных бумагах, и будете все это делать последовательно и каждый день, то все поймут, что появились ресурсы, которые нужно вкладывать. Но, понимаете как, если вы думаете, что я один, то вы ошибаетесь. У нас огромное количество профессионалов, которые в каждой отрасли могут навести порядок. И вообще-то это не борьба каких-то личностей, я имею в виду президентская гонка. Это борьба идеологии и команд. И за мной огромное количество людей. Я могу перечислять их, Болдеров, Филин, Алферов. Очень много фамилий достаточно известных, ученых, экономистов, Игматуллин, Ивашов, Соболев. Тут много очень людей, которые в каждой отрасли имеют планы, как все это изменить. И это по-другому называется правительство народного доверия. Есть какая-то программа, которая сориентирована на борьбу с коррупцией. Да. Вот в Китае, например, с коррупцией очень быстро справляются, потому что жесточайшие идут наказания, вплоть до расстрелов. Ну, кстати, вы знаете, что в Китае не всех коррупционеров расстреливают, есть система достаточно гибкая. Приговаривают и откладывают, и смотрят, как человек себя ведет. Поэтому тут много факторов. Но румынский опыт, китайский опыт, опыт Сингапура, ну и других стран. Говорят только об одном. Нужно сначала показать самому и всем, скажем так, высшим чиновникам, что все с коррупцией покончено. А потом это все пойдет по нисходящей. Хотя, конечно, люди, привыкшие путать свой карман или свою шерсть с государственной, конечно, сразу, наверное, не поймут многие. Но мы им быстро объясним, что такой вот процесс закончился, и началась реальная борьба с коррупцией. Я думаю, что нужно, во-первых, 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией у нас здесь принять, вот, ратифицировать, как это правильно. Ратифицировать, да. А потом начать с себя. Вот я, например, везде говорю, слушайте, вот если мы создадим бюро по борьбе с коррупцией, которому будет подотчетен, в том числе и президент, и члены его семьи, и его друзья, все поймут, что борьба с коррупцией началась не на шутку, а на смерть. И поэтому многое изменится. Но я думаю, что это возможно. Победить коррупцию, ну, не сразу, не за один год, но за один президентский срок это возможно. Но, значит, в первую очередь происходит национализация. И борьба с коррупцией сразу же. Борьба с коррупцией. Возврат денег из-за рубежа. Из-за рубежа. И, конечно, меняется политика в отношении Центрального банка. Да. В нашей программе записано, что банк должен стать государственным банком, он должен быть подотчетным парламенту. Ну, а Минфин, знаете, у нас вообще, на мой взгляд, ну, с точки зрения производителя, предпринимателя, вообще какой-то перекос произошел. У нас Минфин, это такой орган, который может отказать любому, я даже видел, как они не принимали, то есть принимали решение не выполнять распоряжение премьер-министра. Вот если в моем совхозе, например, бухгалтер командовал бы всеми, наверное, бы у меня ничего не получилось. Поэтому Минфин, это такая, орган, который должен исполнять бюджет. А вот стратегические министерства, именно министерства, которые завязаны на промышленность, на производство, на обрабатывающие отрасли, они должны быть главными. А Минфин должен кассовое исполнение бюджета делать. А у нас стратегическая компания, которая подмяла под себя все, даже министерство экономики, фактически, стало ведней Минфина. Вы знаете, я хочу так резко, у нас все-таки ограниченное время, перейти к совершенно другой теме. Тема, которая связана с телевидением, информационным пространством. У нас практически, скажем, если вы анализируете телевидение, то вы видите, что это сплошные убийства, сплошная чернуха, порнуха и так далее. А что с этим-то делать? Оно должно стать... Ну, давайте так. Оно, по сути, государственное телевидение. Но заказ на оболванивание населения, он виден прям неуженным глазом. Помните, еще Екатерина говорила, что вот надо споить народ, потому что пьяным народом легче управлять. И я думаю, что вот эта власть имущая, они занимаются оболваниванием людей, потому что с ними легче работать. Вот мы у себя школу построили, я ездил в Финляндию, и они сказали, что главная задача финской школы это формирование критического мышления. То есть дети должны критически относиться ко многому. А у нас другая концепция в российском обществе. Надо оболванивать детей, которые не должны ни о чем думать, кроме того, чтобы быстро найти деньги и сыграть какую-то игру, еще что-то. И вот в этом телевидение преуспело. Хотя и на нашем телевидении есть же разные, в том числе и светлые полосы. Вот вы ОТР смотрите? Ну, иногда. Там, по крайней мере, вы не видите того, что есть вот на первом канале на «Россия-1». Я думаю, что должна измениться вообще государственная политика в сфере информационных технологий. И если вы будете все время показывать убийства, всякие измены, скандалы между людьми, люди будут думать, что это нормально. А если вы будете показывать рабочих, токарей, ну, скажем так, нормальную жизнь, людей, которые помогают бедным, которые, как волонтеры делают, беспокоятся не только о себе, о многих своих согражданах, тогда это тоже начнет внедряться в общество. Не сразу, постепенно. Потому что сразу, значит, нельзя все поменять. Но я думаю, что власть должна в том числе начать с себя. А потом, вы же знаете, сейчас уже практически никто, из-за молодежи, телевизор не смотрит. 90% молодых людей по исследованиям наших специалистов получают информацию из интернета. Значит, так получилось. И у них, кстати, это несколько другое мышление уже. Да, старое поколение думает, что там самая большая звезда это какая-нибудь Шурыгина. Но и с этим надо работать. Хорошо. Но вот вы сейчас затронули вопрос относительно того, что страна подходит к краю. По каким параметрам вы считаете наиболее критические вызовы нашему государству, нашей Родине имеют сейчас место? Что это? Наркомания, здравоохранение, демография, культурное разложение? Все, что вы перечислили, очень важно. Но главное, на мой взгляд, это отсутствие веры в элиты, то есть в людей. То есть никто никому не верит. Это очень опасно. Государство на протяжении многих лет не слушало так называемое гражданское общество. Оно делало вид, что его просто не существует. А потом началось заниматься подавлением любого инакомысля. И огромное количество законов было принято вот последнее время, которое не позволяет там репост какой-то сделать. Знаете, что количество оправдательных переговоров у нас стало 0,4% от общих переговоров. Даже в сталинское время было 12% оправдательных переговоров. Вот отсутствие справедливого суда, отсутствие общества. Вот, кстати, в нашей программе или в лозунгах первое — это справедливость. Запрос на справедливость у людей огромен, потому что они поняли, что они живут в несправедливом обществе, где не закон правит, а вот чиновники, которые могут нарушить любой закон, им ничего не будет. А простой гражданин по всей строгости законов, а он несет очень жесткие законы, понесет наказание даже за то, что он не совершал. И вот это вот запрос на справедливость, на людей, которые должны во власти своим примером показывать, что они честные, что они патриотичные, что они беспокоятся не о своих карманах, а именно о том, чтобы народ жил лучше. Вот этого не хватает сейчас. А за ним тянется все остальное. Вот мы говорим там о наркомании, алкоголизме. Я очень много езжу сейчас по стране и был в одном, в общем-то, в небольшом поселке такой в Башкиртостане, есть Мазякский район, там есть поселок, в котором ребята, четыре друга, школьных построили мясокомбинат. Почему он такой достаточно, я бы сказал, модернизирован, на уровне мировых стандартов. Куда они вложили деньги, знаете? Они в своем поселке построили спортивный комплекс и там занимаются 700 детей. И эти 700 детей бесплатно ходят, занимаются различными видами спорта и там у них в поселке нет ни наркомании, ни алкоголизма. То есть просто не принято, дети заняты. У нас во многом вот происходят вот эти негативные проявления только в том случае, когда у людей нет нормальной заработы, у них недостаточно зарплаты, они становятся такими, деклассированными, плюс дети брошенные, ну потому что некуда пойти. Дворец культуры закрылся, спортивных секций нет. И они, собираясь на улицах, являются легкой добычей для тех, кто распространяет наркотики или тащит их в алкоголизм. Вот этого нужно избежать. Нужно сделать так, чтобы люди все время были заняты. У нас, кстати, в совхозе, после того, как мы, ну, скажем так, стали территорией социального оптимизма, проблемы с наркоманией пропали. Алкоголизма нет. Вот вы не увидите пьяных. Но зато вы увидите огромное количество людей, в том числе и взрослых, которые занимаются спортом. Потому что в любом месте есть стадион с искусственным покрытием, есть возможность заниматься различными видами спорта бесплатно. Поэтому у нас такой здоровый образ жизни. Но вы цифры не знаете по наркомании и по... Нет, я их знаю. Но, еще раз, вы понимаете, я абсолютно убежден в том, что надо начинать с чего-то. Я знаю цифры по СПИДу. Это, кстати, один из проявлений того, что вот наркомания очень распространена в некоторых городах. Но не надо думать о том, как плохо. Надо думать, как сделать ситуацию лучше. И огромное, кстати, количество людей заинтересованы в том, чтобы вот эти... Это все-таки болезни. Болезни общества. Значит, каким-то образом с ними бороться и победить. Тогда сразу возникает вопрос. Общественное мнение в нашей стране настроено на восстановление смертной казни. А международное сообщество выступает против этого. И у нас были приняты законодательные постановления, которые, собственно говоря, тоже закрыли вопросы со смертной казнью. Как вы считаете, нужно это дело восстанавливать или нет? Я считаю, что нужно. Потому что есть такие составы преступлений, которые просто, на мой взгляд, должны заканчиваться смертной казнью. Это вот педофилы, это люди, которые... Ну, маньяки. Массовое убийство, которое произошло в Соединенных Штатах. И, кстати, вот мы все время пытаемся каким-то образом подумать, что про нас скажут на Западе. Но если ты сильная держава, ты не должен об этом думать. Ты должен думать о том, что у тебя внутри скажут люди. И вы же сами сказали, а действительно, есть запрос на сильную власть, наверное, на то, чтобы вот такого типа преступления окончались смертной казнью. И поэтому я абсолютно убежден, что не надо смотреть на Запад, нужно слушать своих людей. И если они на референдуме, путем голосования в Государственной Думе примут такое решение, то надо вернуть обратно смертную казнь. Ничего там страшного нет. Америка же как-то живет, демократическое государство, со смертной казнью в некоторых штатах. Но там в нескольких штатах так, а в других по-другому. А в Китае тоже есть смертная казнь. Но нет. И почему мы должны смотреть обязательно... Ну, конечно, Европа, я не говорю о том, что мы... Но у нас другое. Вы знаете, что каждый день и вот сегодня тоже по данным Следственного комитета погибает от насильственных действий пятеро детей. Мы все время говорим о том, что мы хотим заниматься демографией, но у нас страна какая-то такая интересная, что пять человек каждый день насильственной смертью значит, вот этих вот маленьких детей умирает. Надо этому положить конец. Поэтому каждый должен знать, что если он отнял жизнью ребенка, то он сам будет подвержен таким... Ну, скажем так, наказанию, которое будет равно смертной казни. Но в чем вы еще видите катастрофичность вот приближающиеся сложные проблемы, которые стоят перед страной на ближайшие там полгода, год, два, три? Знаете, я вам скажу, что мы настоим на краю, по-моему, техногенной катастрофы. Вот это вот изношенная инфраструктура, которая есть везде. А на протяжении долгих лет государство... Сейчас говорят от 60 до 80 станочного парка. И не только это. Вы поймите, ржавые трубопроводы, ржавые пруты и отсутствие... Ну, вот только что мы вернулись из одного региона и там барак разрушился и под собой оставил двух детей и дедушку. Это общая проблема, которую нужно срочно решать. Мы каким-то образом вот в Москве проводим реновацию тех зданий, которые... Ну, реновация такое слово. Красиво, да. Красиво. Да, но просто разрушаем те здания, которые еще могли стоять лет 20-30, а то и 50. А в стране огромное количество ветхого и аварийного жилья, которое в ближайшее время начнет просто разваливаться. А там живут люди. И мы делаем вид, что это не происходит. Но вы не думаете, что вот это... Техногенная экологическая катастрофа, которая приблигается к нам, она связана с макроэкономической политикой. Ведь это очень просто проиллюстрировать цифрами. Если вы берете среднюю зарплату в Башкортостане или в одной из областей, то вы увидите, что это 15 тысяч максимум. В то время как в Москве... Нет, я хочу закончить. Дело в том, что это приводит к тому, что в Москву стягивается огромное количество населения из всех областей, из всех закоулков. И огромная масса начинает давить на именно техногенную составляющую. Москвы, скажем, или других больших городов. Возникает вот эта концентрация мегаполиса, который не подготовлен. В нашей программе записано, что нужно изменить межбюджетные отношения, что нечего все деньги собирать в Москву, а надо минимум 50% примаков оставлять на территории, причем всех налогов на территории, там, где они собираются. Помимо этого нужно выровнять бюджетную обеспеченность населения. И неважно, где ребенок учится, в Москве или на Камчатке, он должен получать одинаковое образование. И одинаковые учителя, одинаковые деньги должны получать. Вы знаете, что ученые, которые работают в Уральском отделении Академии наук, получают гораздо меньше, чем в Московском отделении. Но и в Московском он получает мизерную зарплату. сейчас вы знаете, да, они там пытаются выполнить указы, майские указы нынешнего президента и подделывают ответственность. Но, в принципе, связывать зарплату ученых со средней зарплатой по региону, на мой взгляд, вообще нелепость. Потому что ученые, работают на страну, у них одинаковые мозги. И неважно, где он произвел какое-то открытие, в Новосибирске, в Москве или за Уралом, в любом случае он должен получать одинаковую заработную плату. Есть, в общем, необходимость, наоборот, стимулировать такие области, как, например, крайний север, Дальний Восток и так далее. Сейчас какие-то шажки в этом направлении делаются, но вы представляете, численность населения на Дальнем Востоке практически не увеличилась, а по сравнению с советским периодом она уменьшилась на 25-30 процентов. Ну, надо, во-первых, понять причины, почему это произошло, а второе, исправить эти причины. Мы же с вами точно знаем, что 25-30 лет назад такой проблемы не существовало. То есть, она была, но она над бабками решалась, лучшими, пенсиями и многим-многим другим. А вы знаете, что американцы тоже на Аляске доплачивают. я был на Аляске. И вообще, на самом деле, это никакая не проблема, это отсутствие государственной политики в сфере поддержки жителей. Ну, макро-либеральная политика экономическая, она как раз и сводилась к тому, что государство вообще давно уйти из всех сфер. Вот оно и ушло. А вслед за государством ушли и люди. И вы же понимаете, что в том числе отсутствие, ну, или отрицательная демография в нашей стране это последствия политики государства за последние 20 лет. Это так. Потому что, если бы мы тратили деньги не на яхты олигархам, а, например, на экологические проблемы, строили бы не стадионы, а, например, водоочистители. Или, например, предприятия в сортировке мусора и применяли новейшие технологии уборки мусора и всего остального, мы побуждали бы олигархов не кладывать деньги за рубеж, а именно здесь экологические проблемы решать. Ну, вы знаете, что сейчас в Челябинске происходит, в других крупных таких вот сырьевых территориях, где на самом деле жить уже невозможно. Вот. Если бы мы всем этим занимались, то, наверное, вы сейчас бы не оказались в этом положении. Мы же, с одной стороны, деньги вывозили за рубеж, а с другой стороны, делали жизнь в нашей стране невозможной. И поэтому рано или поздно нужно провести работу над ошибками. Я думаю, что еще пока не поздно. Ну, я не знаю, конечно, до конца всей программы, которая заложена у вас в подготовительном этапе, но возникает, вы знаете, один вопрос. Я вот как москвич наблюдаю за деятельностью московского правительства с огромным ужасом. И мне кажется, что очень большое количество людей вас бы поддержало в избирательной кампании, если бы вы сказали, что при вашем приходе к власти все платные парковки будут отменены, потому что практически становится невозможно, особенно для жителей Подмосковья, которые приезжают на работу и не могут оставить нигде машину. Это создает стресс. Ну, я понимаю. Я уже не говорю о том, что те вещи, которые были с калькой скопированы с зарубежных столиц, таких как Вена, с заужением проезжей части и расширением тротуаров, где практически нет людей. Ну, там же и нет такого снега, вы знаете, что в Пене совершенно другое. Я сейчас обнаружил, знаете, для чего были построены такие большие тротуары? Для чего? Для хранения снега. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Там люди не ходят. Ходят они по узкой полосе, а у нас, как вы помните, полгода зима. А вот снег лежит в огромном количестве, потому что убирать тогда его не надо, и сейчас до сих пор он не убран. Не убран. Я сейчас о другом. О том, что, конечно, можно сказать людям, а мы говорим о том, что мы систему Платон должны отменить, и сборы на Платон должны быть уничтожены, что нужно отменить фонд капитального ремонта, и не собирать деньги, как сейчас их собирают. Много есть факторов, в том числе и парковки, но я, например, не понимаю, почему на муниципальной земле, которая принадлежит всем, надо организовывать платные парковки в таких объемах. Кстати, знаете, что в Вене есть и платные, и бесплатные. А вот там самые платные, те, которые бизнес вложил деньги в него, построил многоэтажную парковку подземную, тогда он может собирать с этого деньги. И поэтому тут многофакторная вещь. Но вообще во всем у нас вот такая в программе есть, скажем так, мысль о том, что должны профессионалы везде быть, в том числе не люди, которые назначены на условиях личной преданности, а профессиональные управленцы, в том числе и в муниципальном звенье. Но главное должна быть политическая конкуренция. Людей, которые командуют городом, надо избирать. И выборы должны быть реальными, а не какими-то там эфемерными. Значит, должна реальная конкуренция быть, люди должны приходить со своими программами, а горожане должны голосовать за людей, за их программы. Мне кажется, что к 20 шагам, которые зафиксированы, нужны вот такие простые разъяснения для населения, что будет при приходе левопатриотических сил к власти. Это будет даже обывательское сознание. Понимаете? Ну, перевести, например, такие фразы, как нам необходима политическая конкуренция на обывательский язык, конечно, можно. Вот. Но у нас есть такие четыре лозунга, которые сто лет назад привели левые силы к власти. Помните их, да? Вся власть советом, миру мир, землю крестьянам, а фабрики рабочим. Вы не видите, что они очень актуальны через сто лет? Потому что, если мы отдадим всю власть советам и поставим под контроль исполнительную власть, а, к сожалению, сейчас это не так, то, может быть, изменится ситуация. Ведь на самом деле в многие европейские страны мира, наши китайские товарищи показывали, что не один человек командует, а обязательно должны быть представительные власти. балансы должны быть. Конечно, да. И балансы должны быть подконтрольны. Сдерживающие механизмы. Да, и контрольны должны быть именно представительные органы власти, на всех уровнях. Хорошо. Теперь давайте поговорим об избирательной кампании. Расскажите, пожалуйста, какие наиболее веселые обвинения в свой адрес вы зафиксировали, и что вам доставляет наибольшее удовольствие, а что вызывает гнев? Нет, подождите, вообще клевета не может вызывать удовольствия. Другое дело, к некоторым вопросам, я же 22 года директором, и много претензий мне уже предъявлялись, причем каждый раз предъявляются. И все они неправдивы, лживы, но я к этому привык. А вот, например, то, что я агент Госдепа, и одновременно агент Кремля, для меня это было новостью. Некоторые писали, что слушайте, это может быть одно и то же. А может быть нам назвать нашу беседу Грудинин, я агент Кремля, и... Я не знаю, как назвать. Дело в том, что у меня несколько другая позиция. Я считаю, что распространять всякую лживую информацию применять достаточно средств, в том числе за деньги, вот эти вот, в том числе про кремлевские СМИ очень многое пишут. А в последнее время... Ну, стоит посмотреть, ну, новостные программы, значит, Грудинин всегда в самом конце стоит, и везде обязательно... Миллиардер, владелец каких-то непонятных недвижностей, причем никто не может это доказать, на самом деле у меня ничего нет, владелец каких-то счетов, которые не закрыты, хотя все счета закрыты, и у всех государственных органов есть данные, что у меня нет ничего за рубежом. Но дело не в этом. Я думаю, что они могут придумать что угодно, в том числе о том, что там, не знаю, вот я недавно прочел, что я друг Абрамовича, значит, и что какой-то американский бывший посол меня поддерживает. Ну, в общем-то, какие-то странные вещи, значит, которые... На них просто не надо реагировать. Я думаю, что... Знаете, был такой у нас, если помните, Ельцин в ранней стадии, когда его... Ездил на троллейбусе. Когда его ругала советская пресса, рейтинг его повышался, потому что, ну, они делали это достаточно неуклюже, неправдиво, может быть, и даже если правдиво, все равно люди думали, а, про него плохо говорят, значит, он хороший человек, потому что те, кто про него говорят, на самом деле, уже доказали, что они, ну, скажем так, лживые, и им нет доверия. И вот этот эффект сейчас, по-моему, срабатывает, потому что, когда ты приезжаешь куда-нибудь на периферию, а там все-таки телевизор является, ну, скажем так, одним из главных источников, то, по идее, к тебе должны плохо относиться. Но вы не представляете, какое количество людей подходит и говорят, мы за вас, мы будем голосовать только за вас. Это означает, что вот эта пропаганда, она на людей уже не действует. Вот, потому что они привыкли, что их по телевизору все время обманывают, все время говорят им неправду, скрывают реальное положение дел, и поэтому и эта информация им кажется тоже лживой, тем более, что, посмотрев один раз, как живет совхоз имени Ленина, все понимают, что что-то тут не так. Возникает опасность, что подсчет голосов будет производиться по методикам и фабриковаться через различные методики. Хотя такая грубая схема вброса, она, видимо, сейчас уходит, но остаются электронные системы, остаются суды, которые будут тормозить это все дело, как известно. Понимаете, что делать с этим? Мне кажется, что есть тут такая вот, мы всегда говорим, что делайте то, что вы должны, и пусть будет то, что будет, но мы должны обеспечить чистоту выборов. Огромное количество наблюдателей, даже так, волонтеров, которые хотят помочь на этих выборах, изъявляют желание стать наблюдателями и участвовать в этом процессе. И власть тоже, наверное, я надеюсь, что там не глупые люди сидят, они тоже понимают, что до конца врать нельзя. Помните, что было 6 лет назад, когда появилось такое движение Болотная площадь и все остальное, это тоже было связано с неприятием выборов, значит, ну, поменяли волшебника на Элла Александру Панфилову, хотя я пока не вижу, что сильно изменилось, ну, по крайней мере, в избирательной кампании их подходы, потому что, ну, когда тебя, например, зампредседатель Центральной избирательной комиссии от Единой России вызывает к себе на чашку чая, а потом тут оказывается, что он тебя заманил, чтобы ты дал интервью каналом, то это не совсем честно, на мой взгляд, но дело даже не в этом, а население, народ наш хочет честности, справедливости, и если, конечно, власть пойдет на фальсификацию, то это очень большой риск, вот именно риск того, что протест может вылиться в какие-то непредсказуемые действия, вот я категорически против, сразу скажу, выхода на улицу, кого бы то ни было. В ходе избирательной кампании не было попыток к вам подъехать, предложить должность какую-нибудь, сказать, вы понижаете в общем уровень своих высказываний? Нет, дело в том, что они меня очень хорошо знают, и поэтому я думаю, что просто никто, знаете, мнений пристойных предложений делать они не будут. Но ведь распространяют слухи, что Грудинин уже точно будет министром сельского хозяйства, Грудинин будет губернатором Подмосковья. Я точно знаю, что распространят один слух, и мне кажется, что он правдивый, Грудинин будет президентом. Вот этот слух мне больше нравится. Но на самом деле, вы поймите, тут очень много разных слухов, я бы не хотел их комментировать по определению, потому что все это неправда. но могу вам честно сказать, пока никто не посмел ко мне прийти с каким-то предложением. Дело в том, что есть определенные условия. Вы приходите и говорите, мы хотим предложить вам пост премьер-министра. Говорите, не вопрос. Вы только видели программу «20 шагов». И если я ее буду реализовывать и наберу свою команду, а мы достаточно скажем так хорошо знаем, кто стоит, кто находится в этой программе, в этой команде. Если вы согласны с этим, то я согласен быть премьер-министром. Но нам нужен полный в этом доверие. У нас есть программа и мы должны в ближайшие три месяца принять весь этот пакет законов, который нам необходим. Национализация, прогрессивная шкала. В общем, все, что мы сейчас с вами обсудили. Тогда в этом случае почему не согласитесь? Нужны же гарантии. Знаете, одно из обвинений, которые вам бросают или оно циркулирует в разных блогах, что Грудинин с внешней политикой не сталкивался, а это гораздо сложнее, чем руководить коллективом или крупной корпорацией. И в этом смысле я хотелось бы узнать, как вы смотрите на внешнеполитическую часть программы, которая зафиксирована в документах. Я считаю так, что если касается внешней политики, то хуже, чем сейчас, уже не будет. У нас же нет друзей, вы же видите, да? У нас даже стратегических партнеров нет. У нас вообще какая-то ситуация такая, когда мы остались одни в мире. даже... я бы с этим поспорил, потому что все-таки Белоруссия и Казахстан наши партнеры. Ну, я прежде всего думаю, что в треугольных отношениях США, КНР, Россия все-таки имеется партнерство с КНР. КНР, мы ее поддерживаем, но я говорю о другом. В мире всегда считаются сильным, сильным экономически противником. В России нет друзей, в России есть интересы. Я пока не могу сказать, что мы на сегодняшний день сильная экономически держава. Я думаю, что и вы не сможете этого сказать. Нет, конечно. Поэтому сначала нужно сделать страну сильной экономически, а это делается путем преобразований структурных реформ, которые, как говорят, совершенно других подходов к экономике. И наша главная задача сейчас, учитывая то, что мы все-таки сохранили ядерный потенциал, но не так, как Советский Союз, но тоже что-то имеем. И я думаю, вряд ли кто-то посмеет на нас напасть, более что мы модернизируем все-таки вооруженные силы. Надо продолжить в этом направлении, но надо становиться экономически сильным. А потом, знаете, должен быть такой принцип. Нам чужого не надо, но свое мы отдавать не собираемся. Но вы знаете, есть такие конкретные, я бы сказал, проблемы и вопросы. Например, существует такая незаживающая Ирана, как постоянные обстрелы Донбасса и Луганска со стороны бендеровских подразделений. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, мы что там делаем? Вот я хочу узнать как раз. У нас в программе написано, что если люди, я имею в виду, русские люди, там определились на референдуме, что они хотят жить с нами, значит, нужно признать независимость их или вообще включить в нашу территорию. Таким образом исключить возможность убиения несчастных Потому что нельзя быть беременным наполовину. Либо вы принимаете одно решение, либо другое. Вот эти все гибридные отношения должны быть прекращены. Потому что если вы сильный человек, вы должны этим заниматься. И нельзя делать вид, что мы вроде как там и не там. Значит, нужно быть честными по отношению к тем людям, которых вы поддерживаете. И поэтому должны, на мой взгляд, принять такие же решения, как по Крыму. Но тогда хоть по крайней мере будет ясно, что мы делаем и людям будет ясно, что мы их не бросаем. Поэтому такая вещь, на мой взгляд. Вы знаете, мы же когда-то согласились с тем, что сделало мировое сообщество с Ливией. А ведь могли же не соглашаться. Мы же сдали когда-то Ирак. Вы же помните, как это было? Да, конечно. И наша политика на протяжении долгих лет была какой-то достаточно странной и непонятной для наших союзников. Мы же закрыли свои базы на Лурдес, Камрань. И это что? Но это были, конечно, стратегические ошибки. Мы практически разрушили свой ядерный щит. Никто их не вспоминает. Я говорю о другом. О том, что внешняя политика должна быть последовательной. С этим вы согласны? Да, безусловно. Вот и все. Я считаю, что последние годы наша внешняя политика непоследовательна. и нам нужно выступить как великая держава, но прежде всего надо навести порядок в собственной стране. Потому что, помните, как один из американских уже бывших дипломатических деятелей сказал, а вообще чья это элита-то? Деньги у вашей элиты у нас, дети у нас, значит, имущество все у нас. А чья это элита? Так надо навести порядок у себя в стране со своей элитой. Надо сказать, что, ребята, вы не хотите вложить деньги не в американское здравоохранение, как один из этих лучших друзей, как их называет Владимир Владимирович, вкладывая деньги не в российскую медицину, а в американскую медицину. Может быть, когда мы наведем порядок, мы поймем, что мы богатые астронавцы, появятся деньги на все, в том числе и на перевожение армии, на нормальную зарплату в нашем военном, которые, кстати, получают очень маленькие деньги и не получают квартиры до сих пор, хотя им обещалось этим заниматься. Военные пенсионеры, вы знаете, что у них коэффициент 0,54, то есть они пенсию не получают, половину от той пенсии, которую им обещало государство. И кто же будет идти в армию служить, если его все время обманывает его любимое государство. И поэтому надо навести порядок у себя внутри. Вы знаете, еще возникает вопрос, конечно, связанный с тем, что наше внешнеполитическое руководство, оно все время исходит из посылки, что Трамп внутри очень хороший, ему хочется дружить, но ему не позволяют злые силы в Конгрессе, в эстеблишменте Соединенных Штатов. И поэтому возникает такая вещь, когда американцы захватывают, скажем, консульские помещения в Сан-Франциско, а у нас Лавров говорит о том, что у нас есть чем ответить. И потом это все спускается на тормозах. Как вы считаете, вот что здесь надо делать? Во-первых, Трамп — это бизнесмен. А бизнесмен всегда выгоду свою, ну или своей страны прежде всего, поскольку Трамп перенес отношения бизнеса, в том числе и на президентство. Я всегда удивлялся и тогда, когда его инаугурировали, когда его там, помните, в Думе даже некоторые пили шампанское по поводу его избрания, что это не такой человек, потому что если он бизнесмен, если он патриот своей страны, он будет все делать не для того, чтобы Россия была как-то лучше жила, а по-другому своей страны все делать. Поэтому у меня нет иллюзий по поводу Трампа. Но еще раз, если вы слабая держава, если вы все время играете в какие-то поддавки, с вами никто считаться не будет, а если вы становитесь сильной экономической державой и играете в мире, вы знаете, что у нас там меньше 2% мирового ВВП, 1,7%, то тогда с вами никто считаться не будет. Это приблизительно точно так же, как мы сейчас видим на Олимпиаде. А вы что видите, что Трамп хороший, но несмотря на это, под огнем американских ВВС погибло огромное количество наших граждан. Это же факт уже. Ну да, и практически... А чем мы ответили? Ничем. Такие великие, вот и все. И поэтому мифы нашей правильной внешней политики, на мой взгляд, это мифы. Но, еще раз, вы сначала должны навести порядок в собственном доме, а потом ходить и говорить всем остальным, как они должны себя вести. Пока у тебя в доме беспорядок, тебе нечего вылезать за пределы своей прихожей. Павел Николаевич, спасибо вам за такую обстоятельную беседу. Я хочу заручиться вашим согласием встретиться еще раз, скажем, по завершению этого цикла такого трудного. Я представляю, как вам приходится сейчас напрягаться, пожелать вам всяческих успехов и попросить вас обратиться к телезрителям нашей телекомпании День ТВ. Спасибо большое. Я бы хотел просто попросить всех зрителей вашего телеканала все-таки прийти на выборы. Дело в том, что я всегда говорю, что плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Если все придут на выборы, то фальсификация будет просто невозможной. Но нам нужно понять, что 18 марта мы выбираем будущее страны. И можно его сделать совершенно легитимным, бескровным путем, потому что так или иначе нам нужно что-то менять во внутренней политике, во внешней политике, в жизни нашего народа. Поэтому приходите на выборы и голосуйте. Спасибо вам большое.